Чемпионаты по этой игре возможно одни из самых тихих в мире. Все, что слышно на соревнованиях по настольному теннису, это лишь щелчки от удара мячика. Именно в такой атмосфере прошел и городской турнир по этому виду спорта среди мужчин и женщин. В игровом зале ДВФУ собралось более 70 спортсменов, которые состязались в течение двух дней. Чемпионат города Владивостока проходит. Он у нас открытый и участвует здесь много участников. Приморский край присутствует весь. Соревнования проходят для популяризации настольного тенниса в Приморском, так и в городе Владивостоке. Участвует много школ образовательных. Возраст участников по факту не ограничен, поэтому на соревнованиях собрались как опытные взрослые теннисисты, так и еще совсем маленькие дети, которые, кажется, еще могут пешком ходить под игровой стол. Именно они, кстати, волнуются больше всего, потому что в стартовых отборочных играх приходится встречаться со старшим поколением. У него удар сильнее, и он может обманывать. Например, делают скидку, а слева, на самом деле, идет мяч вправо. И ты не понимаешь, куда он летит. Да, и ты теряешься, и потом очко ему забивают. Мне сегодня попадается все сильное и сильное, не знаю. Им лет 16-15, и сама-то я только третий год, а они уже меня обыгрывают. Все время обманывают, я не понимаю. Я не всегда так. Я обычно раз взрослая тетя играет плохо, маленькая – хорошо, а сейчас как-то неожиданно даже. Что касается как раз опытных игроков, то для них чемпионат города тоже не менее волнительное испытание. Например, для Дарьи, чемпионки Дальнего Востока, настольный теннис – это спорт на всю жизнь. В свои 14 лет девушка неотрывно следит за мировыми турнирами и за судьбой своих кумиров. Настрой на чемпионат Владивостока у Дарьи суровой. Мне очень нравится играть в теннис, потому что это энергичная игра. Это драйв, это желание занять первое место, причем не 3-2, а 3-0 максимально, чтобы противники максимально меньше количество очков набрали. Победители чемпионата города станут участниками будущих краевых соревнований. Те, кому завоевать пьедестал не удалось, тоже не расстраиваются. Выдающиеся спортсмены всегда берутся местной федерации на заметку и в дальнейшем имеют большие шансы попасть в сборную Владивостока. Максим Яковлев, Станислав Лазебный. Новости спорта на восьмом.